Всем привет! Как вы знаете, совсем недавно Microsoft заявила о том, что можно будет все-таки установить Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры. Так вот, сегодня вышло еще одно дополнение. Установка Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры лишит операционной системы будущих обновлений. Ранее Microsoft подтвердила, что разрешила устанавливать новую операционную систему Windows 11 на старые официально неподдерживаемые устройства. Она указала, что в таком случае системы будут использоваться в неподдерживаемом состоянии, но не уточнил, что именно это значит. Друзья, друзья, я это уже говорил, что я говорил, что они сказали, что нельзя будет установить. Я говорил, можно. Теперь они говорят, но такая система будет не поддерживаться. Я говорю, друзья, потом и будет поддерживаться система. Я вам еще раз говорю, все будет нормально. Порталу PC World удалось получить комментарий от Microsoft, пояснивший этот вопрос. Компания подтвердила ранее озвученные заявления. Владельцы ПК на базе Windows 10 могут установить Windows 11 с помощью специального приложения Media Creation Tool или посредством ISO файла операционной системы. Софтверный гигант также уточнил, что какое оборудование понадобится для установки Windows 11. Новая операционная система потребует использовать 64-битный процессор, 4 гигабайта ОЗУ, 64 гигабайта, постоянной памяти, материнскую плату с поддержкой BIOS, Wi-Fi, Secure Boot и TPM 2.0. Но все-таки TPM 2.0 нужен. Если ПК пользователь не поддерживает протокол криптографической защиты TPM версии 2.0 и работает в более старой версии, например, 1.2, то официально он будет считаться неподдерживаемым. Но мы хоть узнали, что такое поддерживаемый и неподдерживаемый. В этом случае установка Windows 11 хоть и будет возможна, однако операционная система не будет получать новых обновлений через центр обновления Windows. Иными словами, такой ПК не будет получать свежеобновлений системы безопасных Windows и новые драйверы. Друзья, тогда смысл в установке Windows 11 абсолютно отпадает. На мой взгляд, лучше оставаться на Windows 10 и получать последние обновления. И ждать, пока же Microsoft все же, ну, когда у Microsoft проснется совесть, и она уже доделает эту Windows 11 для всех. Компания добавила, что неподдерживаемые ПК, использующие Windows 11 и не получающие обновления, могут столкнуться с проблемой совместимости и даже невозможностью использования. Кроме того, у таких систем могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием. Друзья, опять, то есть они как бы решили проблему и опять создали новую, как бы, ну, не могут они не создавать проблемы. Я думаю, что все решится, потому что у кого нет модуля TPM 2.0, я думаю, что у 90% нет. Если, ну, ладно, даже, ну, 80% точно, да даже если у половины или у 30% нет у этого TPM 2.0 модуля, то обновление до Windows 11 провалится, по сути, для Microsoft. Друзья, вот, собственно, такая новая, ссылка на нее будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.